Всем привет, друзья! Мы находимся в гостевом доме Мур-Лямур, и у нас тут много изменений и интересных новостей для вас. Меня зовут Светлана, я являюсь пиар-менеджером, пиар-директором данного заведения, гостевой дом Мур-Лямур. Собственно, я принимаю бронирование через интернет и являюсь вашим гарантом спокойствия и надежности, что вас не обманут, и вы заселитесь именно в гостевой дом без всяких проблем. Итак, мы находимся в салоне красоты при гостевом доме Мур-Лямур. Здесь будут работать мастера как парикмахеры, вы видите уже их рабочие места. Скоро здесь появятся фотографии работ мастеров, то есть мастера будут приглашенные. Также здесь будет мастер педикюра, маникюра, лашмейкер, бровист и даже есть вот такая мини-территория для мастера по шугарингу и педикюру. То есть вы будете не беспокоиться о том, что вас кто-то увидит. Вот здесь находится шкафчик для мастера и вот здесь уже санузел тоже для гостей и работников этого салона красоты. Вот теперь мы находимся в нашей будущей пирожковой. Будет называться повар-ешка или поварешка совмещенной. Здесь уже положили плитку практически всю. Делывают и идут дальше работаем. Еще не будем мешать. Большие изменения. На первом этаже в стандарт-корпусе был трехместный номер. Сейчас вы видите, мы переоборудовали и тем самым он стал более вместительным, но не менее функциональным. Здесь теперь уже полноценное размещение четырех человек. Телевизор, сплит-система, все как обычно. Комод, холодильник, вешалка с крючочками. Давайте зайдем в санузел. Здесь нас встречает красный интерьер, кафель, тропический душ, обычный душ, раковина, зеркало. В общем, все как во всех номерах стандарт в гостейном доме Мур-Лямур. Я впервые показываю вам трехэтажный корпус, который имеет мансардный этаж. Здесь у нас на каждом этаже по пять номеров. И сегодня мы наконец-то посмотрим их. Раньше было разделение на один и второй корпус. Сейчас как бы номера примерно везде одинаковые. Мы заходим в холл. Это у нас второй этаж. Здесь у нас пять номеров. Начнем по порядку. 21 номер. Здесь у нас четырехместный номер. Двуспальная кровать. Сверху ярус для детей, допустим. И еще одна спальная кровать. Здесь у нас холодильник, комод, вешалки. Характерные картины с котиками. Это наш отличительный знак гостевого дома Мур-Лямур. Сплит-система. Телевизор. Еще одно зеркало. И давайте зайдем в санузел. В санузле у нас душевая кабина, туалет, раковина, зеркало, полотенцесушитель с крючками. Идемте дальше. 22 номер у нас пятиместный, но рассчитан для большой семьи с маленькими детьми. То есть здесь у нас двуспальная кровать, сверху односпальная и два раскладывающихся кресла кровати. Также зеркало, шкаф для вещей, телевизор, картины, зеркало, тумбочки. Еще одно зеркало. Очень светлая комната. Давайте сразу покажу вид из окна. Сплит-система. Вид у нас на улицу Горького. Но, как вы слышите, здесь абсолютная тишина. То есть шум машины, дороги вас абсолютно беспокоить не будет. И пройдемте в санузел. В санузле все то же самое, что и в предыдущем номере. Здесь туалет, раковина, зеркало, душевая кабина с душем, полотенцесушитель, крючки. Все в номере. 23 номер. Он у нас двухместный. Он единственный. Холодильник, телевизор, полочки, часы, комод, сплит-система, наши любимые котики. И давайте я вам покажу санузел. В санузле душевая кабина будет также, шторка повешена. Санузел, раковина, зеркало, полотенцесушитель, крючок. Все, что может вам понадобиться для отдыха. То есть санузел уже в номере. Ну и, конечно же, вид на улицу. Сейчас у нас открыто окно, и поэтому может доноситься шум от дороги. В предыдущем номере было окно закрыто, и вы сами слышали, что там было очень тихо и спокойно. Давайте его еще раз посмотрим. Единственный двухместный номер. На всей территории гостевого дома у нас есть бесплатный Wi-Fi, который действует во всех номерах. На первом этаже и на этажах, которые повыше. То есть на каждом этаже у нас имеется усилитель, поэтому Wi-Fi будет по всему гостевому дому. Двадцать четвертый. Здесь нас встречает большой шкаф. Это огромный номер на шесть человек с маленькими детьми, конечно же. Пожалуйста, прихожая с крючками. Зеркало. Давайте зайдем сразу в санузел. В санузле тоже душевая кабина, туалет, раковина, зеркало, крючки. Ну, сами понимаете, здесь появится у вас душевая зона со шторкой. В комнате у нас детская кроватка. Актуально для детей до трех лет, допустим. Кресло-кровать раскладывающаяся. Снизу одно место, сверху другое. И двуспальная кровать, допустим, для взрослых. Также здесь имеется телевизор. Вот такая шведская стенка. И здесь единственный номер, который имеет непосредственно французский балкон на улицу. Сейчас даже вам его покажу. То есть здесь вы можете выйти, попить чай, кофе. Улица Горького проходит, а вдалеке Лиман. Это единственный номер у нас с балконом. То есть по факту шесть мест. Здесь у нас имеется библиотека, где вы можете бесплатно почитать книгу, вернуть потом на место. То есть развлечение для всей семьи. И пойдемте на третий этаж. Встречает винтовая лестница. Вы ее наверняка видели в прошлых обзорах. Но обязательно вам покажу ее еще раз. Ведь сегодня мы будем смотреть номера на третьем этаже. Их тоже пять штук. Сейчас вам покажу их вместительность и как там расставлена мебель и интерьер. Здесь также имеется на этом этаже детская кроватка. При желании в большой номер также можно ее поставить. Тридцать первый номер. Здесь у нас получается такой, ну почти двухкомнатный номер. Можно сказать практически двухкомнатный номер тридцать первый. Здесь допустим двое детей. Зона есть. Крючки прихожие. Зеркало. И вот пожалуйста шкаф на входе. И во второй части комнаты, здесь родительская зона, допустим двуспальная кровать. Сейчас пока она не заправлена, к сезону конечно все подготовим, все заправится. Здесь у нас сплит система. Тоже зеркало. Телевизор. Холодильник. И давайте пройдем в санузел. В санузле у нас унитаз, раковина, зеркало. Душевая кабина с поддоном. И давайте покажу вам вид. Здесь вид уже не на улицу Горького, а на Лиман. Такие даже цветочки. То есть это четырехместный практически двухкомнатный номер. Обязательно если понравился номер спрашивайте. Так, следующий номер у нас тридцать второй по соседству. Он у нас пятиместный. Вы видите, двуспальная кровать, кресло-кровать, односпальная и на дне ярус. Сплит система. Шкаф. Телевизор. Зеркало. Карцин, часы. Давайте посмотрим санузел. В санузле унитаз и туда душевая кабина и раковина. Достаточно интересный санузел, большой, вместительный, полотенцесушители. И давайте покажу вам вид на улицу. Также холодильник у нас имеется во всех номерах. Вай-фай, интернет. Здесь тоже на улицу Горького выход и на Лиман. То есть у вас еще даже будет красивый вид на Лиман. Сейчас не видно, но вживую вы поймете, о чем я говорю. Камера так просто передает. Номер 33. Он у нас пятиместный. Здесь вообще полноценные кровати без кресла-кровати. Кровать раз. Двуспальная кровать. И кровать с яруса. Этот номер необычный. Сейчас объясню почему. Здесь тоже картина, телевизор, шкаф. Зеркало-комод, сплит-система. Вид на улицу Горького и на Лиман. Почему он необычный? Потому что туалет только для этого номера. Единственный номер, у которого туалет в коридоре. Он сейчас, прошу прощения, закрыт. Но там тоже душевая кабина, зеркало и раковина с туалетом. 34 номер. Так, сейчас пока здесь пуфы лежат, не обращайте внимания. Двуспальная кровать, кресло-кровать и кровать с ярусом. То есть он пятиместный. Здесь есть также холодильник, зеркало, картины, сплит-система, телевизор. Все в каждом номере, как вы видите, для вашего комфорта и удобства. Вид здесь на улицу Горького. И давайте покажу санузел именно для этого номера. Во всех номерах этого корпуса душевая кабина, туалет, зеркало с раковиной, крючки. Вот такой вот красивый, интересный номер. Тоже пятый номер на этом этаже. Он у нас четырехместный. Здесь односпальная и на дне ярус. Двуспальная кровать. Сплит-система. Здесь вид уже на костевые дома. Не на дорогу, не на лиман. На эту сторону. Это солнечная светлая комната будет в летнее время. Телевизор, холодильник. Тумбочка, шкаф. Санузел. В санузле есть маленькое окошко, достаточно светлый. Раковина, санузел, душевая кабина, зеркало, полотеносушитель и крючочки. Мы посмотрели этот корпус. У нас мансардный этаж. Номера я показывала. Обязательно посмотрите в предыдущих роликах. Либо я вам их скину отдельно. Вот такие вот номера. Покажу номера, которые на втором этаже переоборудованы были за этот сезон. Девятый номер. Он сейчас у нас 4-5 местный. То есть здесь двуспальная кровать, здесь двуспальная кровать и кровать сверху. То есть пятиместный номер, если можно и вчетвером заезжать. Тут вот видите, есть ниша под хранение. Холодильник, комод. Телевизор, сплит-система. Давайте быстренько в санузел заглянем. Чтобы подтвердить, что здесь все идентичные санузлы. Вот в таком красно-черном стиле унитаз, душевая кабина со шторкой, тропический душ, обычный душ, зеркала, раковина. Номер десятый. Он также переоборудован у нас в этом году. Стал более функциональным и компактным. Так, этот номер у нас 4-х местный. Так же, как и над ним идентичный второй номер. То есть кровать, двуспальная кровать, ярус, телевизор, сплит-система, холодильник, комод, зеркало, вешалочки типа прихожие. Давайте пойдем в санузел. В санузле тоже унитаз, душевая кабина со шторкой. Тут есть тоже маленькое окошко, раковина с зеркалом. Вот такой вот красный санузел. Все номера вы можете забронировать через меня. То есть я ваш гарант доверия, надежности. И, соответственно, я буду высылать вам договора. Все полностью с отчетностью. Ну что, друзья, если понравился этот гостевой дом, теперь вы увидели еще больше номеров. Все они усовершенствуются год за годом. Улучшаем их, делаем более функциональными и удобными для вас прежде всего. Ну и, конечно же, не забывайте, что это бюджетный гостевой дом. То есть цена здесь оправдана. Здесь будет еще и питание предоставляться по желанию с меню. Также здесь будет на территории пирожковая. Вы всегда можете вкусные булочки, пирожки купить. Именно нашей славянской традиционной кухне. Если понравились наши номера, обязательно звоните, бронируйте. Будем рады принять вас в этом году, в 2020 году летом. Всем пока-пока. С вами была Светлана.